Через неделю по всей России начинаются первые выпускные экзамены. Старт в череде проверки усвоения школьной программы дадут девятиклассники. 24 мая они пройдут испытания по физике, биологии и истории. В этом году в Саргутском районе ОГЭ сдают более полутора тысяч школьников. Самыми популярными предметами, кроме обязательных русского языка и математики, стали общество знания, информатика и химия. В муниципалитете на базе образовательных учреждений организовано 14 пунктов проведения экзаменов. В каждом поселении по одному, кроме лентора. Там испытания будут проходить в двух точках. Каждый пункт оснащен всем необходимым оборудованием, то есть это компьютерная техника. Все аудитории и пункты проведения экзаменов оснащены видеотехникой. Будет проводиться осмотр и допуск пунктов проведения. Все общественные наблюдатели, все специалисты, которые привлекаются для проведения итоговой тестации, прошли соответствующее обучение, тестирование на региональном и федеральном уровне. Поэтому я могу говорить с уверенностью, что все пункты, а их 14 в Саргутском районе, на сегодняшний день полностью готовы к приему экзаменов. 11-ти классники напишут первый экзамен 26 мая. В этот день выпускники пройдут испытания по химии, географии и литературе. В этом году ЕГЭ в Саргутском районе напишут почти 600 школьников. Среди них самыми популярными предметами по выбору стали общество знания. Этот экзамен сдают 238 человек, биология – 118, ЕГЭ по химии пройдут 90 ребят. Наименее популярными уже несколько лет подряд остаются литература и география. Ученица первой Белоярской школы Анастасия Шевчук активно готовится к сдаче информатики. Девушка планирует поступать в высшее учебное заведение по направлению IT. Она мне ближе, эта сфера, потому что она сейчас больше развивается в современном мире. И очень много направлений, которые связаны с этой сферой, куда я потом могу пойти работать. Готовлюсь очень усердно. Дома занимаюсь около 8 часов, помимо школы. Очень сложно, но я стараюсь. Устаю, но я понимаю, что это нужно в первую очередь мне, поэтому терплю. Советую, самое главное, не волноваться, все перед экзаменом повторить и понимать, что все получится. Это всего лишь жизненное испытание, которое нужно преодолеть.